Снегопад В ДТП в Куркинском районе По одной из версий причиной аварии Могли стать сложные погодные условия После снегопада Дорога не была расчищена ЦИК России начал аккредитацию СМИ На предстоящие выборы президента Порядок аккредитации для присутствия в помещениях Для голосования на выборах Разместили на официальном сайте избирательной комиссии Тем временем Страсти выборной гонки начинают накаляться Алексей Навальный накануне Записал обращение к туликам С просьбой поддержать так называемую Забастовку избирателей Администрация города, напомним, не согласовала Предвыборную акцию 28 января Мотивируя это тем, что организаторы Не указали маршрут шествия Несмотря на это, сторонники Навального Собираются провести запланированное шествие А также обжаловать решение властей в суде Так говорится на официальной странице встречи А члены тульского КПРФ Накануне обсудили политическую ситуацию в стране На встрече присутствовали Депутаты различных районов Которые выступали в поддержку Грудинина После мероприятия Олег Лебедев И его коллеги почтили память Владимира Ильича Ленина И возложили цветы к памятнику В сфере агропромышленного комплекса Тульской области реализуют 15 проектов На общую сумму 73,5 миллиарда рублей По плану это позволит создать 4 тысячи рабочих мест за три года Об этом в ходе оперативного совещания В правительстве региона доложил Министр сельского хозяйства Дмитрий Миляев По его словам, часть проектов уже запущена В Веневском районе построены комплект овощехранилищ И завод по производству хлебобулочных изделий В Туле открыто производство сыров С длительным сроком созревания В Ефремове возвели коровник с молочным блоком По итогам реализации проектов Которые были закончены в 2017 году И вот которые ведутся на сегодняшний день У нас получается, что общая сумма инвестиций Составляет порядка 80 миллиардов рублей Ну и в общем-то Эти проекты будут доведены до конца Здесь в этом сомнении на сегодняшний день нет никаких То есть фактически к тем результатам Которые были согласованы с инвесторами В рамках заключенных соглашений Мы безусловно придем 41 обращение по некачественной уборке снега Поступило в администрацию Тулу От жителей города за минувшую неделю С 15 по 21 января Об этом в ходе городского оперативного совещания Сообщила начальник управления по благоустройству Татьяна Матвеева По ее словам 39 нарушений уже устранены Глава администрации Тулу Евгений Авилов Призвал проверить управляющие компании Которые затянули с уборкой снега Что грозит УК? Об этом в наш следующий сюжет Снегопад работу общественного транспорта Не нарушил Но в администрации города Почти полсотни жалоб На работу коммунальных служб Согласно нормам благоустройства Проезжая часть должна быть полностью очищена До асфальта Тротуары обработаны реагентом Евгений Авилов еще неделю назад Призвал штрафовать управляющие компании Которые с этой работой не справляются На оперативке итоги этой недели Выполнена работа по обработке Противолюбленным материалом Проезжих чистых дорог В том числе на территории ленинских поселений Песчано-соляная смесь в объеме 2831 тонна Противолюбленный реагент 291 тонна Выполнены работы по вывозу снега В объеме 1477 метров кубических Проверить работу управляющих компаний Выезжают сотрудники УАТН Накануне плановой инспекции Подвергся советский округ Рейд прошел и по адресам Откуда поступали жалобы жителей Безусловно, благодаря тому, что управление По административно-техническому надзору осуществляет постоянную инспекцию дворовых территорий Мы постоянно выезжаем в ежедневном режиме Даже по субботам и по воскресеньям И в праздничные дни Тем самым мы стимулируем убирать управляющие компании Контейнерные площадки и придомовые территории Они об этом знают Потому что, если это происходить не будет То, соответственно, составляется протокол об административных правонарушениях В Туле существует график уборки города Он круглосуточный Корректируется в зависимости от погодных условий Приоритеты в этом плане – магистральные улицы Затем второстепенные улицы А вот то, как будет организована уборка во дворе Зависит от управляющей компании Как правило, задача дворника – освободить от снега только тротуар Дальше обычно в ход идет тяжелая артиллерия Здесь я чищу лопаты А двор, за который я чистил Управляющая компания обязана осуществлять очистку придомовой территории от снега И наледи в течение снегопада раз в три часа Из 41 нарушения, которые выявили за прошедшую неделю 39 по заявлению специалистов уже устранены А вот двум управляющим компаниям, похоже, придется раскошелиться Нарушителям грозит штраф от 100 до 300 тысяч рублей Инженеры, менеджеры, медсестры и представители рабочих профессий Таких, как швей, ткачи и водители по-прежнему наиболее востребованы на региональном рынке труда По информации центра занятости, более 1260 жителей пытаются найти работу и состоят на регистрационном учете На их выбор в региональной базе данных представлено свыше 3800 вакансий Больше всего сотрудники нужны на предприятиях обрабатывающего производства, торговле, общественного питания, здравоохранении и строительства В прошлом году посредством центра занятости более 3300 человек смогли найти работу Уровень безработицы на конец декабря 2017 года 0,32% экономически активного населения города уменьшился по сравнению с аналогичным периодом 2016 года на 0,12% Пять человек погибли в ДТП с участием двух автомобилей в Куркинском районе Накануне вечером там столкнулись отечественные ВАЗ и Ниссан По одной из версий, причиной аварии могли стать сложные погодные условия после снегопада Дорога была не расчищена После столкновения Ниссан улетел в кювет и перевернулся В машине находились четыре человека Двое, 45-летняя женщина и 7-летняя девочка погибли на месте Мужчина и еще один ребенок трех лет были госпитализированы Все, кто находились в отечественной ковушке, скончались до приезда медиков Туляки годны к военной службе на 73% Более двух тысяч человек прошли медицинское освидетельствование в ходе осеннего призыва Из них 488 признаны годными и чуть более полутора тысяч годны, но с незначительными ограничениями 137 временно негодны и 34 человека полностью освобождены от службы Призывная комиссия приняла решение предоставить отсрочку от призыва на военные службы От мероприятий, связанных с призывом, уклонились 7 человек Из них уклонились от отправки в вооруженные силы, то есть те люди, которые имели повестку уже на отправку в вооруженные силы 4 человека и уклонились от прохождения медицинской комиссии 3 человека На всех этих людей были переданы документы в Следственный комитет Алексей Дюмин, руководство компании «Объединенные кондитеры» накануне подписали соглашение о расширении пряничного производства в Туле В регионе появятся новые производственные линии на одной из крупнейших фабрик Впрочем, бренд «Тульские пряники» уже давно вышел за границы производственных линий Как живется пряничных дел мастерам и чего они ждут от продвижения главного гастрономического бренда региона, узнавала наша съемочная группа Побыть кондитером и изготовить собственный вкусный сувенир От такого мастер-класса тулики и туристы в восторге Печатные, вырезные, лепные, причудливых форм и вкусов – тульские и заграничные Можно не только приготовить, но и ознакомиться с работами уже известных мастеров Каких только экспонатов нет в Музее международного пряника в Тульском Кремле Представители каждой страны посетили нас, составили свой отзыв Всем, конечно же, интересна история тульского пряника, чем так особен этот пряник, это лакомство Почему оно известно во всей России и за ее пределами Тульский пряник называется печатным Именно его называют основным гастрономическим брендом региона Именно его производство и планируют расширять По технологии тесто впечатывается в специальную красивую резную форму Затем его выбивают из формы и отправляют в печь Приготовьтесь все Даже на крупном производстве 97% продукции делается именно так Тульские мастерицы-пряничницы делают пряники и по другой технологии Вырезные, имбирные Екатерина рецепт не скрывает Если рецепт пряника тульского – это строжайшая тайна То пряник имбирный каждый может приготовить у себя дома Это довольно просто 50 грамм масла 250 грамм сахарной пудры 100 грамм меда 3 яйца 1 желток Пряности по вкусу И примерно 650 грамм муки в зависимости от влажности Замешиваем крутое тесто Несколько часов оно полежит в холодильнике Можно раскатывать, вырезать прянички, а потом их расписывать Пять тульских фабрик ежедневно производят 6 тонн вкусного бренда С открытием новой линии производства будет еще больше Впрочем, домашние мастерские тоже обещают не подкачать Когда с открытием набережной в Туле увеличится турпоток Пряничница Татьяна занимается изготовлением вкусных подарков уже 4 года Сначала было как хобби, потом стали появляться заказы, иногда очень необычные Очень интересный заказ был, это автомат Калашникова Он был огромный, который умещался во весь противень Буквально 47 сантиметров я его мерила Диагональ противня, вот все, что влезло в духовку Эта внучка дарила дедушке оружейнику на его юбилей Интерес к пряникам у туляков растет На мировом рынке тоже Тульская кондитерская фабрика, на которой в этом году откроются новые линии Скоро потребуется еще 100 кондитеров Юлия Васюкова, Сергей Давыдов, новости Тулы Полузащитник тульского арсенала Максим Беляев может перейти в Спартак По информации СМИ, москвичи готовы арендовать Беляева Такой вариант у красно-белых появился после серьезной травмы основного защитника Георгия Джики Ранее канонеры отказали «Зениту», который делал запрос о полноценном трансфере Беляева Руководство арсенала по одной из версий не устроило сумму в 800 тысяч евро Подробнее о трансферных слухах поговорим после новостей в программе «Передача» Это все, что мы успели рассказать к этой минуте Больше новостей вы найдете на нашем сайте tsn24.ru Узнавайте о самых главных событиях Тулы области вместе с нами Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова